В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Город мира превратился в поле брани. Как вы, наверное, уже догадались, речь сегодня пойдет о жилом квартале, чьи амбициозные названия Москва, Париж и Рим дарили так много надежды потенциальным новоселам, обернулись для многих сплошным разочарованием. Об этой чистолюбивой стройке, заложенной еще 8 лет назад в географическом центре Самары, написано и сказано так много, что в пору отдельную сагу издавать. Но сегодня я хочу поговорить не о мутных уголовных делах вокруг Бориса Ордалина, хозяина скандалившегося проекта, и даже не об обманутых дольщиках, о которых уже не раз рассказывала. А тех людях, которые, справляя новоселье, не ведали, что их хождение по мукам только начинается. Люди отдали, в общем-то, немалые деньги за крышу над головой. Не хуже меня, знаете, сколько в Самаре квадратный метр стоит. Но вместо ожидаемого комфорта от проживания в новом доме получили форменную нервотрепку. Источник их бед и несчастья – вот это невзрачное красное здание, распределительная трансформаторная подстанция, проще электрическое сердцездание, которое не работает. Два дома по московскому шоссе 57 и Старозагор 48 официально давно введены в эксплуатацию. Но к системе жизнеобеспечения, то бишь к току, подключены по временной схеме отстройки. Последствия не заставили себя ждать. Пожар, рассказывает управляющий местного ТСЖ, здесь уже был 13 октября прошлого года. Сгорели трансформаторы передаточные. В течение двух-трех часов основной объем восстановили. И для меня самое главное то, что это все времянка. Вот эти четыре конца, это вот постоянное подключение, они в воздухе висят. Нас не подключили с РП. Мы висим на времянке. Это очень опасно. Но мы сгорим. На времянке, то есть по сути на пороховой бочке, сидят две высотки, по 22 этажа каждая. Здесь проживают порядка 300 семей. Нагрузка взросла многократно. Я разговариваю с главным энергетикой, говорю, ребята, все, мы на пределе. В любой момент кабель лопнут. Как с этой бедой разрулится, я не знаю, честно говоря. Мы живем, под честное слово, три года. Четвертый год живем. Под гарантийные письма застройки. Да, все будет сдано. Будет сдано. Я был при задаче дома, но месяц-два потерпим. Терпим четвертый год. Идут постоянные перебои с электроэнергией. Идут возгорания кабелей, потому что скачок напряжения. Три года назад застройщик под документом сдал эту подстанцию. Ему подписал и госинспекция по строительству и надзору в сфере архитектуры. Это Никитин. Он получил все документы. Разрешение на вот этого дома и подстанции, подписанные были Тарховым. В итоге на сегодняшний день подстанция не запитана. Подстанция питается по временной схеме от КТП, от застройщика. Электричество для их домов, рассказывают жильцы о своих злоключениях, это единственная связь цивилизации. Отключает свет, а это, по словам людей, происходит регулярно. Сразу останавливаются лифты, нет тепла и воды. Когда очередной ЧП случилось зимой, представители застройщика привезли генераторы. Только ими и спасались от наступления ледникового периода. Чтобы хоть как-то дом согревать. И пошли дальше. Наша подстанция, соответственно, она не подключена. Все работает от КТПН, от маленькой. В подъезде, соответственно, все лифты останавливаются. И, не дай бог, если там во время остановки будут люди, то, соответственно, их нужно будет потом оттуда вытаскивать. То же самое, что без кислорода. Все, дом сдох. Сидим, вот был один раз такой, два часа отключили электричество, сидим и вот так вот смотрим друг от друга. Мороз прям буквально прет в квартиру. Там и цветы, не знаешь, цветы, цветов защищать, или детей защищать, или вообще костер жить, или что делать вообще. Можете представить такую ситуацию? Два часа всего лишь. Как в каменном веке? В каменном веке, даже хуже. В каменном веке можно костер сжигать. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Это беда. Беда для дома, для жильцов. У меня в доме 22 новорожденных за три года. 22. Они все живут здесь. У меня самый молодежный дом, наверное, в районе, как минимум. Вот. И отсутствие света, то есть ни воды не будет, ни подъехать, приехать, коляску на горбу таскать. Это вообще, это дикость. В наше время, 21 век, мы часами не работают лифт. Отдельные песни. У меня тут салон красоты. Люди легли на массаж. Хоп, света нет. Час, два дня. Убить готово. Кроме салона красоты, в доме еще есть частный детсад и бассейн тоже детский. Нет электричества, нет занятий. Сотрудники заведения признаются, уже замучились подсчитывать убытки и быть всегда готовыми к концу света. Фонарики у нас, да, мы их постоянно, они у нас заряжают, чтобы вот в любой момент были готовы. Ну, потому что нет никакой стабильности в этом свете. Как бы, ну, все-таки дети маленькие. Стараемся, чтобы они нас не пугались. Поба, вот сначала, когда вырубили свет, испугалась нам мама, мама. Вырубали при нас, еле успели эту волосу посушить. Самарские москвичи, конечно, пытались повлиять на застройщика, писали даже в прокуратуру коллективные письма, пока все тщетно. Мне удалось дозвониться до генерального директора регионального делового центра. Разговор получился странным. Топ-менеджер стал заверять, что никаких проблем на объекте нет и быть не может. А все вышесказанное, это лишь происки недоброжелателей. О чем вы говорите? И летение ни на один день не останавливало. Пожара никогда не было. И вот нагнетать остановку кому-то нравится вокруг нашего комплекса. Вы знаете, какие события прошли с Арталином, теперь опять. Но это никогда, видимо, не кончится, пока кому-то, вот, ну, видимо, одно место чешется. И вот надо всякую терянь про нас говорить. Все лифты работают, электроэнергия никогда не пристанавливается. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Вац. Тут два варианта. Либо лукавит застройщик, либо это заговор жителей. Но вряд ли эти люди похожи на сумасшедших, самим себе портящих жизнь непонятными дрязгами. О том, что же мешает строителям запустить этот злосчастный трансформатор, остается только догадываться. Жители строят предположения. Деньги экономят или что, значит, то есть заселили людей, как хотите, так и ковыркаете. В первую очередь мешает автовазбанк. С каждым днем у них банкротство, банкротство. Они не успевают за этим следить, вы понимаете? Они не успевают просто работать. Я мало того, что здесь являюсь как-то жильцом, я еще здесь подрядчик. Я строю эти дома, многие я строю. С Николаем Михайловичем я начал и до победного буду строить. Но я лично знаю, лично знаю. Почему мы должны платить за это? Их не расторопаться. Неумение, неумение вовремя сконцентрироваться. А дальше что будет хули? Их объявят банкротом. И что? Света не будет, с кого спрашивать? В борьбе за светлое будущее своих домов жители намерены идти до победного конца, а пока радуются тому, что уже удалось отвоевать. Вот в частности, как на электроснабжение, на благоустройство, озеленение, детскую площадку, слава богу, мы решили благодаря только мэру Азарову, мы написали письмо и, в общем-то, ну, где-то принудили застройщика купить детскую площадку. Это проблема личная у застройщика, когда он взял кредит и не отдает, это пусть он решает уже с Автовазбанком, со своими кредиторами, это его вопрос. Мы, жители, мы заплатили, мы выкупили свои квартиры. И нам нужно, чтобы были все тех условия, выполненные в полном объеме, а не просто закрыты были теми службами, которые принимали этот объект, закрыли глазда. Впрочем, свет в конце тоннеля в этой темной истории все же просачивается. В телефонном разговоре гендиректор РДЦ все-таки признал наличие проблемы, тут же добавив, что решит ее в ближайшие дни. Нужно включить рубильник, больше ничего не нужно. Она будет в ближайшее время включена. Включена. Пайки так, чтобы это было точно прям к концу апреля. Ну что ж, до конца апреля остается меньше месяца. Посмотрим, как в РДЦ слово держит. Ждать осталось недолго. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Сей справедливостью этого предупреждения давно прониклись герои еще одного коммунального триллера, на этот раз с элементами мистики. Только речь в нем не о снеге, а о кирпичах. Кстати, классик уверял, что просто так они на голову не падают. На бронной. Ну, может, на бронной и не падают. А в Самаре на Гагарина 9 летят без предупреждения. И просто так, забава ради. Жители злополучных хрущевки, на чьей головы сыпется этот коммунепад, вот уже почти 20 лет живут на передовой необъявленной войны. Такой кирпичище улетело оттуда. Я иду с палкой, с коляской, батюшки, того и гляди, убьет по голове. Прямо бросают хоть бы что тебе. Ужас. Я лично позавчера наблюдала, как вот на этой куче, которая скопилась от грязи, вот двое парней затаскивали девушку туда часов в начале 11-го уже ночи. Вот как бы просто у меня было открыто окно, и я услышала. Вот здесь как бы такие безобразия просто происходят на этой стройке. Этот долгострой, заложенный еще в 94-м году, аборигены прозвали «домом с привидениями», поскольку поймать тех, кто доставляет жителям пятиэтажки неприятности, еще ни разу не удавалось. Здание, в котором изначально планировали открыть очередной корпус клиник медуниверситета, превратилось в притом для местных бомжей и скучающей молодежи. Последнее и развлекается тем, что кидает кирпичи и куски арматуры в окна хрущевки. Некоторые жильцы пошли на тактический маневр. Вместо стекол вставили фанеры. Фанеры. Эта ниша – не дизайнерский ход, рассказывает пенсионерка Валентина Михайловна, а суровая жизненная необходимость. Приходится выкручиваться, приспосабливаться. Попытались как-то выстроить, что-то надо делать. Какой-то выход искать приходится. Пока там не будет закончена стройка, окна вставлять бесполезно, потому что все время бьют. Такой стук, что страшно в комнате сидеть. Думаю, что все вообще насквозь пробьет. То есть бьют прямо к фанере? Ну, прямо бьют, именно целятся в окно. Теперь в комнате осталось только одно окно, но его загораживает дерево, и электричество приходится сжечь даже днем. Те же, кто не хочет замуровывать себя заживо, уже замучились менять окна. Бросают с такой силой, ну какой нужно силой, если большое окно пробивается насквозь. Два стекла пробивается, понимаете? В этой квартире на пятом этаже свет по вечерам не включают. Даже телевизор боятся смотреть. Все эти простые манипуляции чреваты последствиями. Елена Горбовцова работала в Москве на телевидении и вернула в Самар 14 лет назад, чтобы спокойно встретить пенсию. Но на старости лет, говорит, сама стала героиней репортажа, криминального. Елена Тихонова в собственном доме только успевает, что уворачивается от камней, а порой и от пуль. Рассказывает, чудом осталась жива. В меня даже стреляли здесь, ну как он называется, ну такой шариками. Пневматика. Пневматика, да? Значит, что они хотят? Ну убьют нас, пожилых людей. Дальше что? Кого судить? Они же как прибежали, разбежались. Там и бомжи, там и хулигане, и бандиты. А ко мне правнук приходит иногда, ночует у меня. Вы представляете? Ведь заикой сделают ребенка. Мало этого, пожары были. Вот мы с Реной Ивановной вызывали милицию, полицию, вызывали пожарную, потому что что творилось, это страшно. Мало этого, до моего приезда на первом этаже пробили окно, и женщины ранили ее даже. Конечно, боюсь. Конечно, боюсь. И очень. Тем более мое окно так же, как у Елены Тихоновны. Вот так вот они рядом. Боюсь, вот бросят вечером, а я там. Убьют. Очень боюсь. Вот я в эту комнату, куда выходит, вечером вообще не вхожу, потому что опасно. Бомбежки боятся. У них самое активное время где-то вот. Вы еще эти кресты бы наклеили на свои окна. Тогда уж совсем как во время войны. На войне, как на войне, боевые действия против бесхозяйственности эти женщины ведут последние 14 лет. За это время отправили более 50 запросов во все инстанции от начальника полиции до генерального прокурора. Это у нас ответственный секретарь. Она перепечатывает, она все. Вот, полюбуйтесь. По главному управлению внутреннего дела по Самарской области. Вот. Уважаемая Елена Тихоновна. Итак, бесконечные ответы. В случае несогласия с принятым процессуальным решением вы можете обратиться в прокуратуру или суд, установленный в законном порядке. Судиться мы будем? Мне 85 лет. Рэме Ивановне 86 лет. 87. Мы будем судиться с ним? Мы с Рэмой Ивановной 4 часа на улице ждали милицию однажды. Они меня уже по голосу узнают. А, Гагарина 9. Я слышу между ними разговор. Да сколько можно туда ездить? Мы из дома боимся выйти. Мы дома боимся сидеть. Это что такое? В прошлом году жителям пообещали заблокировать первые два этажа зданий, чтобы туда никто не мог проникнуть. Но до сих пор вход свободен. Теперь люди с тревогой ожидают наступление тепла, когда привидения, обитающие в заброшенном здании, вновь откроют военные действия. Знаете, единственная надежда все-таки на вашу программу. Я очень ценю, часто смотрю. Понимаете, потому что мы должны получить ответ. Нет, наконец-то что-то буду делать. Мы просим только одно. Закройте доступ. Что-то не били наши окна. Соседи заколотили. Ну что, я в склепе буду жить? Закройте доступ в это здание. Закройте. Потому что жить, как в блокадном Ленинграде, физически невозможно. Вы понимаете? Просто физически. Сколько можно страдать? Ну что ж, просьба вполне законная. Посмотрим, как на нее отреагирует новый собственник здания. Как мне удалось выяснить, заброшенный долгострой на Тухачевского в конце прошлого года Самарский медуниверситет передал на баланс управление судебного департамента. О планах этого ведомства я расскажу, как только получу ответ на запрос, отправленный на неделю. Надеюсь, он обнадежит жителей невезучей Хрущевки. И в судьбе их опасного соседа дома с привидениями наконец-то наметится коренной перелом. Продолжение следует. А у меня на сегодня все. Удачи, увидимся.